Так, сейчас немного про ремонт колонки GPR Charge 1. Во-первых, по поводу её герметичности якобы. Она абсолютно не герметичная, под дождём с ней ездить крайне не советую. Каким-то чудом она не промокает, непонятно каким чудом. Потому что вот все швы, там ни прокладок, ничего нету, в отличие от Charge 2 и Charge 3. То есть такая герметичная, посредственная очень. А что именно случилось? Ну, для начала, как я её разобрал. Снимается сначала эта рамка, просто отщёлкивается. Да, именно задняя, не передняя. Далее выворачиваются винты, держащие крышку аккумуляторного отсека. Вынимается аккумулятор, просто он на проводе будет болтаться. Поворачиваются большие винты, вот один под аккумулятором, главное про него не забыть. По краям четыре винта выворачиваются. Ну и просто эта крышка открывается. То есть надо, может, поддеть какой-нибудь лопаткой или карточкой, чтобы её открыть. А плата в щёлке, в щёлкнуто. А теперь что случилось? Колонку носили в сервис для меня. Им сказали, что всё, ремонт не подлежит, плату менять. Я ещё закрыл, просто примерить, как он там стоял. Во. А в общем, была проблема. Вот, мне нужно присмотреться сейчас. Сейчас сфокусируемся. Где фокус? Во. Вот этот конденсатор там стоял. Просто взорвался конденсатор. Вот, надрезы сверху, как видно, лопнул. Колонка перестала включаться. Да, сказали, что она вышла из строя после дождя. Я посмотрела, вот, как видите, никаких снегов в державчине, ни окисла нету. Всё чистенько. Я боялся, что сейчас преобразователь погорел, что вот тут весь багам паника, вот на этом модуле Bluetooth. Там процессор, он управляет всей электроникой этой колонки. Если он накрывается, то всё. Оказалось, всё хорошо. Увидел взорванный конденсатор, почистил вот эту заливку, была. Погорел феном, почистил. И припаял просто вот конденсатор от мазеринки. Сейчас закрыл, он отлично завстал. Сейчас его горячим клеем прихвачу, чтобы не отвалился. Вот. Мне это скажут, что... Как же, знаю, что... Чё-то тут, да, колхозил, блин. Скажу, блин, ну... Кому не нравится, ну, пожалуйста, минимум... Могут идти в официальный сервис, менять плату. Где их уже нифига нету, и говорят, ищите донора на ремонт. А так, мастер, конечно, был... Не знаю, вообще в схемотехнике не разбирался, по сути, вообще не... Потому что вот не заметить взорванный конденсатор, и не просто не попытаться поставить другой, чем я его поставил. Сейчас, воткнул плату на место. Неудобно одной рукой это делать. Откнул плату на место, вот так вот я поставил. Аккумулятор. Включил. А она сразу же замигала. То есть, да раньше вообще признаков жизни не подавала, как будто всё, труп. О! Всё сразу же заработало. Где мобильник? Вот. Включил мобильник сразу. Нажал плей-вот. Полонка работает. То есть, вот такие у нас криворукие мастера. Не могут отличить, если неисправен конденсатор. Ну всё, я сейчас буду её закрывать. Приклеить только конденсатор на место. А, так, конденсатор... От материнской платы. От обычной. От старой. Неисправной. Только что-то мне не нравится, что она греется при работе. Кажется, он сейчас тоже рванёт. Ну ладно, всё, буду закрывать её. Так, по-другому конденсатор поищу. Скажется, это тоже уже накрывшийся. Мобильник, конечно, надо новую поставить. Ну вот. Вот из такой штучки всё накрылось.